Здравствуйте, уважаемые садоводы! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о том, как заставить сливу лучше плодоносить. Существуют разные причины и разные способы, как простимулировать плодоношение у сливы. Одним из способов является организация подкорма кальцием, в том случае, если у вас на участке кислые почвы и кальция недостаточно. Таким образом, недостаток кальция является одной из частых причин отсутствия урожая косточковых, в том числе и сливы. Другой причиной зачастую является нехватка железа. На этот случай имеется замечательный способ, когда вы можете вкрутить в основание ствола, например, металлический саморез, либо же вбить гвоздь. В этом случае соли железа будут очень медленно образовываться и медленно поступать в растения. Это такой пролонгированный способ подкормки железом. С другой стороны, вы можете опрыскать раствором хилатного железа, которое можете приготовить с помощью железного купороса, примерно 50 грамм на ведро воды, и лимонной кислоты, примерно 1 столовая ложка на то же количество воды. Но есть еще один способ, как заставить практически все плодовые деревья плодоносить раньше и лучше. Это перевод кроны в горизонтальную форму. Этот способ основывается на том, что ветви, которые растут горизонтально, дают меньше вегетативный рост и преимущественно переходят к плодоношению. Мы как будто бы говорим дереву, что оно уже начало плодоносить, что его ветви уже нагружены плодами. Для того, чтобы организовать перевод кроны в горизонталь, можно использовать различные способы. Можно вбивать в землю колышки, к ним привязывать ветки и растягивать крону. Можно привязывать ветки к стволу дерева, также с помощью шпагата. Я же предлагаю навешивать на ветки груз. Это достаточно известный способ. В чем его преимущество? Преимущество в том, что при использовании, например, пластмассовых бутылок, вы можете регулировать силу натяжения с помощью объема воды, которую заливаете в бутылку, а также с помощью использования бутылок различного объема. Кроме того, если вспомнить правила рычага, вы можете перемещать бутылку от основания ветки к краю, тем самым регулируя ее натяжение. Какое же натяжение должно быть? Дело в том, что у многих деревьев ветки достаточно хрупкие. И нужно помнить, что увеличение массы ветвей с учетом возможного сильного ветра будут давать сильную амплитуду вот такую качание ветвей, что может привести к их повреждениям. Поэтому в первый год, когда вы организуете вот такую растяжку, не нужно стремиться к тому, чтобы вывести ветку на полнейшую горизонталь. Найдите крепкую развилку, подвесьте туда бутылку с водой, отрегулируйте уровень горизонтали ветки и оставьте дерево в покое вплоть до осени. Единственное, что вам необходимо делать, это периодически немного смещать бутылку в сторону. Почему? Для того, чтобы вот в этой вот зоне, где шпагат опирается на ветку, не произошло повреждение коры. И для того, чтобы равномерно распределить вот эту нагрузку на какой-то площади, чтобы здесь не получилось перетяжка. Не рекомендую вам подкладывать какие-либо пористые материалы сюда. Там будет накапливаться влага, могут завестись какие-то заболевания, кора может отопреть, ну и какие-то еще могут быть неприятности. Вот это дерево у нас было совершенно вертикальной формы, крона была абсолютно вертикальная. И с помощью бутылок мы добились вот такой вот раскидистой кроны, в надежде, что на следующий год или через год это дерево нам даст гораздо больше урожая. Когда необходимо провести это мероприятие, самый лучший срок это сразу после цветения. Потому что именно в это время начинают отрастать вот эти побеги. А их отрастание нам и нужно задержать. Поэтому мы как раз сейчас после отцветания деревьев и делаем эту процедуру. Что ж, надеюсь, что этот достаточно легкий способ поможет вам решить достаточно сложную задачу увеличения продуктивности косточковых и семечковых деревьев. А я прощаюсь с вами. Если вам понравилось, нажимайте на лайк, поддерживайте нас. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Смотрите наше видео также на портале процветок.ком. Там мы сможем отвечать на ваши вопросы, в перспективе сможем размещать фотографии и делиться своим опытом. Всего хорошего! Спасибо за просмотр!